Всем привет! Сегодня у нас на обзоре автомобиль Toyota Harrier в кузове ZSU60. Передний привод 2014 год, двухлитровый мотор, 3ZR, 151 лошадь, вариатор. Данный автомобиль в очень хорошем состоянии, оценка 4,5. Цены начинаются от 1,6 млн. за переднеприводную версию. Это пробег где-то 60-70 тысяч. Данный кузов это третье поколение Harrier. Можно заметить, что Toyota не пошла в увеличение кузова. И на базе Harrier был построен автомобиль RX, Lexus RX. RX 2016 года, последний рестайлинг, габариты его больше. И я не скажу, что этот Harrier на его базе построили RX. То есть сейчас это прямой конкурент NX. По габаритам, по двигателям. Harrier с двухлитровым мотором, начинается передний привод от 1,6 млн. 4-х водовая версия начинается на сотню дороже, 1,750 млн. в гору. Все в зависимости, какой пробег, какая оценка, какой цвет, есть ли обвес, есть ли музыка JBL. Вот от таких моментов зависит. 2,5 версии гибридные 4WD начинаются от 1,850 млн. Считаю очень удачной версией 2,5 мотор и 4WD. Потому что машина все-таки габаритная, тяжелая. И 2,5 мотор с гибридной установкой будут нормально подталкивать эту машину. И мотор не будет выгорать от постоянно нажатого сильного газа. Салон выглядит очень дорого. Все в черных тонах. Панели под дерево тоже в темном цвете. Стойки, крыши из темной ткани, не алькантара. Потолок тоже черный. Все в салоне черное. Эффект передать дороговизну салона получился у Toyota. Из каких-то бонусов это авто включение-выключение дальнего. В принципе все. Памяти сидений нету. Просто руль поднимается, когда глушим и опускается, когда заводим. Стандартная приборная панель. Синие, красно-белые цвета. Стрелки красные. Сейчас уже везде засовывают вот это. Ну, в более-менее дорогие модели. Салон очень нравится. Дорого выглядит. Под капотом особо ничего интересного. Харьеров нету, как и NX-ов с двухлитровыми трубовыми моторами. Просто 151 лошадь 3ZR. Из-за обвеса у нас получилась легковая машина. Примерно, ну, наверное, клиренс сантиметров 16. С завода без обвеса идет 19 сантиметров клиренс. Спорно. Красота, либо проходимость. В данной комплектации у нас автоматическое открытие-закрытие багажника. Багажник большой, имеет еще углубления. То есть какие-то там, можно там, не знаю, полироль для салона. Что-то такое засунуть. Здесь отделение под колесо, но его нет. У нас здесь ремкомплект. То есть сюда вообще можно, я не знаю, ну, прям какой-то габарит засунуть. Багажник очень большой. Такая вот приятная мохнатая отделка. Рельсы под что-то, под какую-то коробку, чтобы она проскользила. Закрывается с кнопки, вообще кайф. Сейчас посмотрим, как у нас на заднем сиденье дела обстоят. Ну так в целом просторно. Сидеть можно. В ходе комплектация жирная, но настроек печки у нас здесь нету отдельных для задних пассажиров. Кнопок каких-то тоже нету. Просто подлокотник с подстаканниками. В принципе и все. Единственное, откидывается еще сиденье. Заводские колеса 235-55 на 18. Прям джиповские. Обзора вокруг на Харри или нету. Хотя я думал, будет. По асфальту, когда ровный асфальт, вот, ну, едешь, все приятно, все хорошо. Но он жесткий. Когда даже какие-то трещины, неровности, ну, прям вот, прям вот чувствуют. Ну, такой жестковатый. Но поставить ему выше резину, он уже станет не таким красивым. Реально паркетник для города. Так, мы без номеров можем проехать чуть побыстрее. Установленной скорости правилами. Ну, вот, набирает очень вяло. 151 лошадь, напоминаю. Считаю, единственным минусом этой машины, это все-таки двухлитровый мотор. Сюда надо 2,5. Гибрид. В NX-ах сделали турбину. Я думаю, да, это решает вопрос. То есть, ну, мы едем быстрее, ускоряемся быстрее. Там, везде едем быстрее. В начале, в середине, в конце. Но это ушатывает мотор. Турбина, все-таки, ресурс мотора делает меньше. И взять с пробегом NX-а, ну, там, больше сотни. Не знаю, 10 раз подумать надо. Вот, а здесь все-таки двушка. Просто атмосферный мотор 3ZR. 151 лошадь. Проживет он 250 тысяч. Я думаю, проживет. Ну, может, поджирать масло, начнет там где-то после 200. Но проживет. На NX-е сомневаюсь. Именно внешне NX мне нравится больше кузов сам. Харьер, конечно, такой более добрый, не такой агрессивный. Но, в принципе, не всем нравится агрессия, вот, которая сейчас идет в Лексусах, в Тойотах. Поэтому эта машина находит своего покупателя. Харьеров очень много продается на аукционах. Какие могут быть сравнения этой машины с какими-то кроссоверами от Ниссана, от Мазды, от Митсубиси. Машина вообще на другом уровне. Да, она стоит дороже, но она стоит своих денег. Я сижу, все очень красиво. Отделка. Ты ничего не думаешь, как-то это, ну, вообще, что это, как они вообще это могли придумать. Ну, все лаконично. Все, вот, строчка, кожа, она уместна здесь. Под темное дерево панели, сенсорная печка, магнитофон, уже с хорошим разрешением, точек практически не видно. Приятная приборная панель. Руль. Очень приятен для, вообще, осязания его. Тактильные ощущения от салона очень крутые. Это еще и Тойот. Ну, то есть, никаких Ниссанов тут рядом даже. Если есть деньги, надо брать Харька. Купить. Многие говорят, зачем мне Харьер куплю Прада? Прада? Ну, Прада уместна. То есть, у меня был GX460, это тот же самый Прада от Лексуса. Я там на нем ездил на моря, ездил кататься на сноуборде, там, в Хабаровский край. То есть, ну, ездил на нем, там, и по 2000 километров за раз. На нем неудобно ездить на длинной дистанции. По городу он абсолютно неэффективен. То есть, ты просто возишь воздух, ты возишь 2,5 тонны, у тебя мотор 4,6, ну, пусть в Прадо это будет, там, четверка, либо 2,7. У тебя равная машина, и ты ездишь на ней по городу. И иногда выезжаешь на природу. Есть ли смысл не кайфовать в городе ради того, чтобы где-то пролезть по грязи на выходных, там, и то изредка? Я думаю, нету. Я бы лучше бы взял бы за эти бабки того же Харьера. Кайфовал бы большую часть времени в городе, в езде. Марковался бы там, на каких-то там, чуть-чуть на бордюр залез. Где-то там снежок выпал, все нормально проехал. Тачка позволяет, высокая, водовая. Мне приятно сидеть в салоне. У меня нету дикого расхода из-за того, что у меня машина весит много, а там стоит какой-нибудь 2,7 бензиновый мотор прадика, и он просто не тянет раму, кузов, ходовку, ну, вообще весь свой вес. Я бы взял бы Харьера. А вот если вы какой-то, ну, вот прям, ну, повернутый человек на природе, или вы там вместите грязь, выезжаете на какую-то, ну, прям, реально дикую природу с семьей, ну, да, ваш выбор, это не Харьер. Здесь так сосиски пожарить на речке, выехать. На море вон поехать, по песочку чуть-чуть прокатиться. Поэтому, если вы большинство времени проводите в городе, это ваш вариант. Если все-таки грязь, грязь какой-то загород, там, вам нравится активный отдых, конечно же, Прада. Вот и все. Сравнивать, говорить, да я бы лучше взял бы Прада. Вот именно ты лучше взял бы Прада. Надо смотреть по, что человеку в жизни важно. То же самое, зачем брать седана, пузо-терка. Ну, я даже с такими людьми не спорю. Ну, как, ну, как, вот у человека есть вкусы. Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки. Кто-то, никто ж не спорит, да брюнетки круче. Дело вкуса. Каждый голосует рублем за то, что ему нравится. Как можно говорить, вот это круче, а вот это нет. Для тебя круче, для другого нет. Вот и все. Купил бы Харьера? Купил бы. Мне понравилась машина. Рад за клиента, что он сделал выбор именно не NX, не какие-то там поддержанные, там, не знаю, ML. А купил Тойоту, праворукую, собранную для внутреннего рынка Японии. С 50 тысячами пробега. Рад за клиента, что он мыслит, по моему мнению, правильно. Он взял эту тачку ликвидная, проходимая в пределах адекватности. Не такая дорогая по сравнению с аналогами. В общем, по всем фронтам клиент выиграет от этой покупки. Вот так вблизи у нас выглядит салон Харьера. Все очень приятно. Для руки, для глаза все очень приятно. Немножко, по мне, так походит приборная панель от Мерседеса. Вот это вот синий-черный квадратик с передачей. Ну, есть что-то, какое-то сходство. Сенсорный дисплей. Отклик нормальный. Почти не видно точек. Мой любимый барашек. Это звук. Сенсорная печка. Тоже отклик нормальный. Думаю, в мороз тоже будет работать нормально. Селектор приятный. Смотрит на водителя. Полного обзора машины нету. Почему-то капли затекают на камеру. Надо посмотреть, она выпирает. Ну, потому что неудобно от дождя. Вот это все. Это пластик уже у нас идет. Но пластик хороший. Вот прям по ощущениям хороший пластик. А вот это все кожа. Вот это кожа. Строчка. Прям вот, ну, классно выглядит. Сиденье, посмотрите. Какие-то. Вот здесь вот какая-то вот тряпка хитрая. Вода непромокаемая. Кожа. Какие-то вот, ну, элементы. Что-то по-разному как-то сделали. Что-то ковшом. Подлокотник. Вот удобный, большой бардачок. Подоупс. Руль. Ну, ничего такого. Управление телефоном, треками, звуком. Управление компьютером. Держать полосу. Включить, выключить. Вкрытие багажника. Авто. Ага. Дальний, да? Включает. Мне нравится машина. Вот. Мне нравится эта машина. Кто бы не говорил, стоит в два раза дороже экстрейлов каких-то там аутлендеров. Мне она нравится, она стоит своих денег. Вот жене я бы взял бы вообще вот, ну, такую тачку. И высокая где-то там. Бампера не будет притирать. Ну, прям. И что-то там коляски какие-то там можно перевозить. Ну, вообще прям нормально. Вообще прям вот кайфу. Не знаю, не могу вот прям остановиться. Вот нахваливать эту машину, что она мне нравится. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok